В Петрозаводске собрались сильнейшие легкоатлетки Северо-Запада. В столице Карелии стартовала летняя спартакеада школьников. Они берутся за любые композиции, и каждая звучит по-особенному. Ансамбль народной песни «Зорини» отметил 20-летие творческой карьеры юбилейным концертом. Народное гуляние с историческим колоритом. Чем на этот раз оказался интересен ежегодный пир викингов. Осенью в Карелию могут приехать Дмитрий Медведев или Владимир Путин. В ноябре в республике пройдет международный форум инвестиций в будущее. Соответствующее постановление уже в самое ближайшее время подпишет Андрей Нелидов. Форумы такого высокого уровня проходят всего в четырех городах России. По своей сути и структуре инвестиции в будущее будет похож на Санкт-Петербургский, Сочинский и Краснодарский форумы. Возможно, что председателем аркомитета форума, который пройдет в Карелии, станет Владимир Путин или Дмитрий Медведев. Мероприятие позволит республике представить свой туристический потенциал и привлечь инвесторов. Поэтому сейчас задача республики подготовить ряд серьезных и привлекательных для вложений проектов. Огромный тополь обрушился на землю на улице Кутузова. Никто не пострадал только чудом. Жильцы деревянной двухэтажки запомнят это происшествие надолго. Дерево отрезало выход на улицу. А на помощь горожанам работники управляющей компании поспешили только спустя сутки. Огромное дерево рухнуло на землю в воскресенье днем. Дом остался без света и без связи. Ветки оборвали все провода. Жильцы в свою очередь оборвали телефоны всех возможных экстренных служб. И убедились, до их дома и тем более до упавшего дерева никому нет дела. Дети были все во дворе. Единственное, что удивительно, что они в стороне чуть-чуть оказались. Дерево падать стало, они как закричали. Я вообще удивляюсь, что его не убило никого. Но это не последний тополь. У нас в округе очень много. И они 54 года этим тополям, кто проживает в этом доме. И я думаю, что они не сегодня, а завтра еще начнут падать. В Петрозаводске стартовала летняя спартакиада учащихся России. Ее торжественное открытие прошло на стадионе «Спартак». Соревнования статусные, однако на трибунах явный дефицит зрителей. Две сотни юных спортсменов со всего Северо-Запада разыграют здесь 42 комплекта медалей. Возраст участников 15-17 лет. Судьи спартакиаду в Петрозаводск съехали судьи буквально со всей России. Из Калуги, Москвы, Пскова, Ленобласти. Зрителей маловато, допустим. Но мне кажется, что количество детей, которые занимаются спортом, в том числе и легкой атлетикой, не стало меньше. Я думаю, что все в порядке. Легкая атлетика начинается, открытие лета, легкой атлетики. Я думаю, что это такое замечательное время. Пусть дети побеждают. Соревнования, в общем, хороша. Конечно, долго тренировались, чтобы выступать на соревнованиях. Вроде хорошо, дорожки хорошие, колодки хорошие. Спартакиада школьников продлится в карельской столице два дня. Основные соревнования состоятся на стадионе «Спартак». Здесь пройдут легкоатлетические забеги, прыжки, метания ядра и диска. На юности встретятся метатели копья. Эти два дня буквально расписаны по часам. На кону у спортсменов выход в российский финал. Победители спартакиады отправятся в Сочи. Именно там в августе пройдут финальные соревнования. В Петрозаводске продолжается международный фестиваль искусств «Белые ночи Карелии». Среди участников легендарный Андреевский оркестр, скрипачка Дора Шварцберг, пианисты Валерий Гроховский и Даниил Крамер. Напомним, что фестиваль открылся концертом греческой музыки. «Кипр, Эллада и лицо времени». О том, как это было, Александр Лычагин. Первый концерт, который прошел в рамках фестиваля, можно вполне назвать интернациональным. Солистом из Республики Кипр и петербургскому камерному хору «Легия Артис» аккомпанировал симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением известного греческого дирижера Георгия Сакунтуриса. Петрозаводские зрители познакомились с народными песнями Кипра и авторскими сочинениями, основанными на традиционной греческой музыке. В этих сочинениях отражается и древняя античная аура греческой культуры, также и позвизантийская. Также зрители услышали самые настоящие греческие инструменты, в том числе критскую лиру, очень похожую на уменьшенную в размерах виолончель. Можно предположить, что раз инструмент национальный и традиционный, то им владеет каждый второй грек. Тем не менее, это не так. Разнообразие ритмов, необычные лады и заметная архаичность – все это делает греческую музыку достаточно сложной для исполнения. Тем не менее, русскими музыкантами греки остались довольны. Конечно, сложности были. Они связаны с различиями в гаммах и непривычными ритмами. Ведь греческие ритмы очень сильно отличаются от русских. Но петрозаводские музыканты шикарно справляются, потому что они очень классные музыканты. Гости с солнечного Кипра признались, что в Греции есть все, кроме белых ночей. Этим замечательным природным явлением можно полюбоваться только у нас, на севере. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Ансамбль народной песни «Зорини» отметил 20-летие творческой карьеры. Старые и новые песни преданные поклонники этого коллектива могли послушать на юбилейном концерте, который состоялся накануне в музыкальном театре. «Все начинается с любви», так ансамбль «Зорини» назвал свою юбилейную программу. «Все начинается с любви к родине, к близким и друзьям, к своему делу». Видимо, в этом и кроется секрет долголетия коллектива. 20 лет. С одной стороны, вроде бы, знаете, такой возраст молодой, а с другой стороны, для коллектива это, наверное, все-таки много. Потому что было столько пропеток песен, было столько дано концертов. Такая огромная программа, и задумываешься, и неужели можно было это все сделать за 20 лет. Все музыканты ансамбля с высшим образованием, однако «Зорини» считают себя любительским коллективом. Они просто хотят передать то, чему их научили в музыкальных вузах любимому зрителю. Все участники ансамбля и творцы и худсовет одновременно. Здесь нет главных и второстепенных, как нет и каких-то рамок в выборе репертуара. Ретро-программа, эстрадная и авторская песня «Карельский фольклор». «Зорини» берутся за любые композиции, и каждая из них звучит по-особенному. Песня «Карельский фольклор» Анастасия Зайцева и Натилькинен, телеканал «Ника плюс». Сто-метровка на шпильках. Как прошел забег? Об этом после рекламы. Не переключайтесь. Срочно нужны деньги? Нет времени собирать справки и искать поручителей? Приходите в «Про-бизнес-банк». Мы выдаем кредиты просто. Просто после беседы и даже пенсионерам. Телефон в Петрозаводске. 57-77-77. Компания «Век стеклов» – лидер на рынке пластиковых окон Карелии. Мы задаем высокие стандарты, к которым стремятся другие. Мы гарантируем качество и надежность. Завод современных строительных технологий «Век стеклов». Музыкальный театр Республики Карелия представляет. Большая балетная премьера. На сцене знаменитый «Корсар». Настоящая восточная сказка о любви и приключениях, рассказанная волшебным языком классического танца. 25 мая в 19 часов. Компания «Эко-окна» – крупнейший в Карелии производитель современных деревянных окон со стеклопакетами. Трехслойный клееный брус, финские лакокрасочные материалы и австрийская фурнитура. Надежно, удобно, престижно. Компания «Эко-окна». Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводский аэропорт «Бесовец», Москва, аэропорт «Домодедово» и обратно. Время перелета – 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте в бизнес-центре спа-отеля «Карелия». Хотите квартиру в новом доме? Пожалуйста. Так просто! С СФК «Да». Внимание у деловых людей. Новые интересные приложения от строительно-финансовой компании. Подробности в нашем уютном офисе. Новая жизнь в новой квартире от строительно-финансовой компании. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Что может быть привлекательнее девушки на шпильках, гуляющей по набережной? Только дама, которая бежит на каблуках в 100 метровку. В Петрозаводске прошел благотворительный забег на шпильках. Каблуки выше 7 сантиметров – вот главное условие для участниц забега. На такой шпильке не то что бегать, ходить удается не всем. Правда, изюминкой мероприятия стала не женская, а мужская грация на шпильках. Впервые в конкурсе принимали участие и юноши. Правила для них были помягче. Каблуки высотой не менее 4 сантиметров. И возможность закрепить туфли скотчем. Однако на такой экстрим осмелились всего 4 участника. О том, где найти туфли 43-го размера и как правильно ходить на каблуках, смотрите в программе «Другая жизнь» на телеканале «Ника плюс» уже в эту пятницу. На выходных в районе Косолмы была замечена группа людей, вооруженных топорами, мечами и на поверку оказавшихся викингами. К счастью, скандинавские воины пришли не покорять Карелию, а развлекать ее жителей. В Косолме прошел ежегодный пир викингов. Народное гуляние с историческим колоритом. Взрослые дети, приехавшие на праздник, отдохнули так, как, возможно, отдыхали их предки – жители средневековой Карелии. И хоровод поводили, и копья с топорами пометали, и на щитах сразились. Кульминацией праздника стал конкурс народных костюмов, который, по словам организаторов, проводится в рамках пира викингов «Впервые». У нас желание из этого праздника сделать семейный праздник, чтобы у людей была возможность приезжать с детьми. Всегда рады видеть новых гостей, чтобы они имели возможность отдохнуть и поучаствовать в нашем мероприятии. Есть еще одна мысль. Если вам чего-то очень сильно хочется, то все в ваших руках. Аплодисменты, друзья! И последний. Развлекательный центр «Горка» открывает летний сезон. Теннисный корт – спортивная площадка для детей, домики, котогриль и много новинок ожидают петрозаводчан и гостей города этим летом. Об этом через несколько секунд. А новости к этому часу все. Увидимся. На днях в развлекательном центре «Горка» состоялось долгожданное открытие двух теннисных кортов с профессиональным покрытием. Если у вас нет своего инвентаря, здесь всегда можно взять мячи и ракетки на прокат. Если у вас нет напарника или вы начинающий теннисист, поможет профессиональный тренер. И это далеко не все. Уже второй год, второй сезон мы на лето организуем такую спортивную площадку для детей, которые могут тренироваться по двум направлениям. Это большой теннис и ролики. Ролики с перспективой на тренировки горнолызников. Благодаря центру «Горка» двинулся горнолыжный спорт в Петрозаводске в частности. Ну, надеюсь, что и в Карелии. Подрастает молодое поколение, у них приличные разряды уже на сегодняшний день. Есть высокие юношеские, есть уже взрослые разряды, несмотря на юный возраст. Новинка этого сезона – прокат велосипедов и роликов. Причем вы можете покататься как на территории горки, так и по городу. Тех, кто любит культурно отдыхать, ждут уже полюбившиеся многим горожанам и гостям города коты-гриль – домики, где можно посидеть у костра и пожарить мясо. Со всеми вопросами обращайтесь по телефону 781381. Весенняя распродажа. Скидки до 70% только в Калинке. Двухкамерный холодильник всего за 7,990. Современный малоэтажный жилой комплекс «Снегири» на улице Университетской. Экологически чистый квартал с продуманной инфраструктурой. Мы предусмотрели все, чтобы обеспечить доступный европейский комфорт для вас и вашей семьи. «Стройинвест КСМ». Будущее строится сейчас. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Кредит легко и без комиссии. Руславбанк. Минимум документов. Быстрое оформление. Работаем и по субботам. Оставьте заявку по телефону 79 28 53. Кулинарные традиции Европы и секреты восточной кухни в исполнении истинных мастеров. Ресторан «Бестро Фьюжн». Культурно-деловой центр «Гостиница Маски» представляет. Уютные номера со всеми удобствами. Сауна с круглым бассейном. Конференц-зал для проведения встреч, переговоров, презентаций. Кафе предложит вам разнообразное меню с европейской и национальной кухней. Культурно-деловой центр «Гостиница Маски». Мы всегда рады вам. Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Костная клиника представляет. Революционно новые принципы лечения кожных заболеваний, варикоза, грибковых и вросших ногтей. Максимальная безопасность. Превосходные результаты. Быстрое и комфортное лечение. Костная клиника. Улица Лизы Чайкиной, 5. Стоматологическая клиника «Лайт». Добро пожаловать в мир безмятежного спокойствия. Расслабьтесь и приятного отдыха. Стоматологическая клиника «Лайт». Набережная Варкулса, 25. Телефон 70 92 92. Для близких и дорогих людей подлинные чувства и самые искренние эмоции. Изысканные бархатные конверты и другая подарочная упаковка во всех отделениях Почты России. От всей души. Отелье подарков. Петрозаводский филиал Санкт-Петербургской Академии Управления и Экономики объявляет набор студентов. Также у нас дистанционная форма обучения посредством сети интернет. В этом году Академии присвоен статус университета. Телефон в Петрозаводске 727 049. Академия Управления и Экономики. Образование для настоящего и будущего. Академия Управления и Экономики. Академия Управления и Экономики. Продолжение следует...